Еще по поводу честности с собой хотел спросить, признак, что все понял, глубоко понял причину изменения отношений, внутреннее спокойствие, как это не спутать с обманом, как не спутать с безразличием? Вот правильно вы говорите. Есть два вида спокойствия. Один вид спокойствия безразличия — это спокойствие, которым человек ничего не видит, он находится внутри себя, он ничего не видит. Второй вид спокойствия — это знание, когда ты точно видишь людей, все понимаешь вокруг. Этот вид спокойствия, который связан с сознанием — это спокойствие правильное, а когда тебе все поровну, как бы, и тебе так спокойно внутри, это спокойствие неправильное. Вот все-таки меня очень волнует вопрос честности с самим собой. Вот вы с женой видите, что ей надо, и при этом спокойны, поняли, что ей надо. Это называется правильное спокойствие, и это и есть честность. А если вы до конца не поняли, не видите, и спокойны, это не честность. Вы думаете, да я спокойный так, пошла нафиг. Это не честность. А если ты понял, что происходит, то это честность, и ты спокойный. Ясно, а в отношении с другими людьми честность с самим собой тоже очень... Правила. Сначала правила. Правила. Допустим, на работе надо соблюдать правила обязательно. Правильно себя вести на работе. Но если ты видишь, что человек не вписывается в правила, он не может, тогда надо с ним уже по-доброму объяснить ему, что вот так надо. Я видел один фитиль, юмористический журнал, подходит начальник к этому, почему он говорит, ты же 10 браков сделал сегодня, тебя за это надо уволить там, туда все оштрафовать. Он говорит, ты понимаешь, что 10 браков сделал? Он говорит, понимаю. Понимаешь, что уволить могу? Понимаю. Ну ты же все равно 10 браков же сделал. Сделал. Начальник говорит, ну ладно, иди работай. Вот это правильно. Благодарю.